всем привет сегодня я приготовлю запеканку из кабачков и фарша так как у нас сейчас лето и сезон всего-всего таких вкусностей всем привет у нас лето и сегодня я приготовлю запеканку с кабачками так как сейчас сезон кабачков с фаршем у меня не дешать фарш будет я не могу сначала дима начать кости почему не могу начать у нас лето сезон фруктов овощей и поэтому я сегодня приготовлю овощную запеканку а именно запеканку из кабачков как раз у нас домашние кабачки очень вкусные мясистые домашние помидорчики запеканка будет из кабачков и фарша в данном случае у меня индюшачий фарш запеканка получается очень легкой очень сочной и попробуйте и приготовить потому что ее кушают даже дети нам понадобится 3 средних кабачка 2 помидорчика больших 2 средние луковицы фарш яйца сметана сыр томатная паста и хорошее настроение первое что нужно сделать натираем кабачки на крупной терке ок ну вот потерли натерли потерли оттерли вытерли кабачок и немножечко посолим для того чтобы он дал еще больше сока перемешаем и отставим время в сторону далее нарезаем лук нарезали лук постарались не заплакать выше сильные женщины и мужчины если мужчина тем более теперь нам нужно будет обжарить лучок когда добавим фарш и томатную пасту посмотрите что происходит пока здесь у нас кабачок дал этот сок это отлично он должен дать и так обжариваем лук добавляем наш фарш как я уже сказала у меня индейка но кто хочет может попробовать какой-то другой фарш там хрюшу или гадюшу я не знаю но на мой вкус будет наверное жирновато ну кому как мне кажется что свинка чуть-чуть жирновато а вот индюшка мне здесь прям зашла пока фарш у нас обжаривается мы нарежем помидорочки кольцами копки и миссис ты и может узнать что зайчик может узнать что домашний хочет помидорку солим перчим наш фарш и добавляем томатную пасту когда мы добавляем томатную пасту немножко добавляем сахара чтобы нейтрализовать эту томатную кислоту чуть чуть вообще всегда вкусно добавлять не только соль но и сахар или не только сахар для денег наш фарш готов выключаем оставляем пока и занимаемся нашими кабачками так теперь нам нужно отжать от кабачков лишнюю влагу для этого мы будем использовать дуршлаг 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 мисочку вот все отожмем лишнюю влагу чтобы у нас запеканка не было слишком мокрой нептуна отжали и как видите уже не так уж и много до 100 как столько сока вышло кабачков далее делаем нашу заливку берем сметану у меня за это примерно 400 миллилитров туда вбиваем 4 яйца солим перчим по вкусу но не сильно потому что не забывайте что у вас фарш уже тоже посолен и перчим ну и нам осталось теперь только собрать эту запеканку выкладываем нижний слой тоненько выкладываем кабачки одну часть потом выкладываем фарш обжаренный потом выкладываем опять следом вторую часть кабачков заливаем нашей сметаной яичной заливочкой помидорочкой выкладываем посыпаем сыром и отправляем доходку так время сметанной заливки но так как не доверяю ни себе не сметанной заливки шучу конечно себе доверяю я делаю вот такой палочки для суши дырочки чтобы сметанная заливочка точно везде 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 попало ах какие помидоры помидоры а сказка кстати если нет хороших помидор лучше положить болгарский перец тоже будет очень вкусно потому что лучше уж болгарский перец чем плохие помидоры и посыпаем всю эту красоту вкусноту тертым сыром все отправляем запеканку примерно на 30-40 минут в духовку 180-190 градусов вкусненько не запахнет не подрумянится ну вот наша запеканка и готова как видите она получилась очень сочная и она действительно очень легкая на вкус не тяжелая то есть самая туалетом